309-300 годы до нашей эры, ну вот в Италии есть события, Рим как раз поднимается, но нам ничего не скажут вот эти города, захватили они там какие-то опять соседние города, в общем суть в том, что Рим примерно доминирует в средней Италии, то есть в южную они еще не лезут, там греки, но вот после того, как Сиракузская империя фактически развалилась, Риму были развязаны руки, а этруски были ранее ослаблены в борьбе с греками, потом получилось как бы, что Рим вклинился в это и они постепенно расширяются, ну а вот сами события там, это Вторая Сомнитская война и так далее, думаю, что ничего не даст, потому что будут какие-то итальянские точки, которые мы просто не знаем фигурировать, поэтому в основном, видимо, нужно рассказать о Четвертой войне Диадохов, основное международное событие этого времени, ну а в общем в 11-м году, заключив Рименный союз, то есть Третья война Диадохов кончилась, временно мир заключив на Западе, Антигон попытался двинуться на Селевка, Селевка убежал из Вавилона, осадили Вавилон, разграбили опять всю Вавилонию, Селевка в это время, значит, скрылся в горах, где-то вот как раз в Персии, он опять в Сузиане, там Сузы, Ботаны, Мидии и так далее, вот в этом районе Селевка оставался. После этого решил заняться Антигон опять Грецией и все-таки свалить там этого самого Кассандра, которого он считал к тому же виноватым в убийстве младшего, маленького Александра царя. Когда Антигон войска отвел, Селевка опять занял Вавилонию, вот линия фронта, собственно, это вот на 308 год, когда опять возобновились войны Диадохов, то есть вот что мы тут видим, что продвинулись индусы и захватили весь Афганистан и значительные районы, даже Персии. Потом они еще немножко чуть-чуть продвинутся и заключат мир с Селевком. Селевк в целом контролирует вот современный Иран и часть Средней Азии, контролирует также вот современный Ирак, но сил у него сравнительно мало, основные силы македонян, в основном воюют это македоняне друг с другом, основные силы македонян ушли к Антигону и Антигон является основным противником. То есть эта война сейчас будет всех-всех-всех против Антигона. Антигон претендует, что он основной, значит, наследник Александра Македонского, убили мальчика, все, теперь он, значит, должен быть вместо Македонского, но все остальные сатрапы ему возражают и они его завалят. И в этом суть, собственно, войны. Ну, сам ход войны какой? Высадился, люди Антигона высадились в Афинах, провозгласили опять независимость Греции, ее все абсолютно проглашали, включая Кассандра, а потом они ее не давали и давали им какую-то автономию этим грекам. Провозгласили независимость Греции, начали опять вербовать греков, пытаться втянуть в эту всю войну, потому что македонцев было уже мало, они себя уже значительно степеней изничтожили в предыдущих всех войнах, активно участвовали азиаты во всем этом. Вроде как у Деметрия, который действовал в Греции, сначала были успехи, он там захватил также Кипр, нанес ряд морских поражений Птолемеем, египетским, которые против Антигона тоже были. На волне всего этого Антигон провозгласил себя царем, императором всей вот этой империи Македонского, хотя реально он контролировал ту территорию, что на карте, то есть Сирию и Турцию, вот по нашим понятиям. В ответ на это себя провозгласил царем Птолемей, себя провозгласил царем Селевка, в общем на 306 год как раз распалась империя Александра Македонского, то есть даже формально никакого царя не было, все крупнейшие сатрапы сами себя провозгласили царями, империя распалась и более того, все части империи начали воевать друг с другом. Антигон, решив, что на море победили Птолемея, опять двинулся на Египет, подошел опять к Пелузию, то есть основная крепость на границе Египта, где Птолемей пообещал по 200 драхм каждому воину, который дезертирует, и командируем по 1000 драхм, в результате началось дезертирство из армии Антигона. То есть вот эти войны диадохов, поскольку это воевали македоняне друг с другом, не было национальной мотивации, и там сплошь и рядом постоянно при описании этих войн диадохов сражений не происходит, но одна армия перекупает друг друга. Вот какой царь захватил побольше богатцев, тот в общем и перекупал всех, потому что они какого-то национального смысла в этом не видели, солдаты и офицеры, они считали, что они воюют за конкретного человека, а если этот конкретный человек им не платит, а другой платит больше, они могут перейти, и вот эти переходы постоянно были характерны. Ну в данном случае, конечно, Египет это мощное, по тем временам богатое такое царство экономическое, именно мощное, поэтому деньги, конечно, у Птолемея были, он всех перекупил, и Антигон вернулся в Сирию, чтобы у него последние уже солдаты не разбежались. Тем временем люди Антигона в целом позитивно действовали в Греции, то есть они изгнали оттуда и войска Кассандра, и войска Птолемея, опирались они на Афины. В Каринфе Диметрий, то есть представитель Антигона, собрал опять собрание всех греческих представителей, провозгласил независимость Греции, возобновил Каринфский договор, то есть все государства Греции независимы, в Афинах восстанавливается демократия, но все это будет, как бы будет Антигон, будет просто лидер этого союза, как бы это выразить, протектор, он как бы защищает, протекторат это македонский будет Греция, теперь во главе с Антигоном. Точнее даже не самого этого Антигона, а Диметрия, провозгласили гегемоны Мелады, и он, соответственно, должен был воевать против Птолемея, Селевка, Кассандра, Лисимаха и Агафокла, то есть против всей коалиции диадохов, в союзе как раз с основным этим самым Антигоном, Адмандазом, которого они признавали, соответственно, императором. А Диметрий был руководителем уже греков. Ну вот, значит, двинулся Диметрий, мобилизовал все-таки греков, привлек их на свою сторону, двинулся он на Македонию. Кассандра задерживал этого Диметрия, его фермопил, Лисимах начал действовать уже на Азиатском фронте, то есть в Афрегии непосредственно против Антигона. Птолемей тоже на своем фронте двигался, осадил он Сидон, то есть начал продвигаться опять в Ливан, осадил, значит, осадил некоторые города Финекием. В это время как раз Селевк очень шустро себя повел, и поэтому Селевк получил максимум по итогам войны, то есть Селевк внезапно с Вавилона, он вообще быстро двигался, взяв еще слонов у индусов, вместе со всеми слонами, большим количеством всадников и пехоты, он явился внезапно прямо туда под Босфор. Там же участвовал, кстати, и пирский царь Пир, который потом будет известен у своей компании в Италии. Вот как раз армия Антигона в Афрегии у города Ипс, они сражались с соединенными армиями противников, то есть Селевка, Кассандра и всех вот этих всех. В результате армия Антигона была разбита в битве под Ипсом, Антигон погиб, и был заключен договор, то есть империя Македонская была окончательно поделена между всеми. Основную часть получил Селевк, а поскольку Птолемей не участвовал в битве при Ипсе, его вообще в договор не включили, Птолемей самостоятельно захватил Сирию и Палестину, хотя формально Сирии и Палестина полагались Селевку. Потом несколько раз Птолемей и Селевка воевали, ну потомки, то есть Птолемей и потомки Селевка воевали за Сирию и Палестину, что, кстати, в Библии отражено. Но в целом это поражение Антигона привело к тому, что прекратились войны диадохов, то есть официальная империя была разделена между вот этими всеми диадохами. Независимость получил Египет, независимость получил Селевка, независимость фактически получила Македония, Кассандра, которая также и Грецию контролировала, Фригия и так далее, и другие всякие, куча всяких мелких государств. Основной часть империи, соответственно, получил Селевка, но все это были эллинистические государства, то есть это все были государства знаменирования вне греков. Вот такая сложилась ситуация. Еще можно упомянуть об одном тоже греческом государстве, Боспорском царстве, которое, в общем-то, и на нашей территории тоже было. В Боспорском царстве в это время Эвмел такой активно действует. Произошла, во-первых, гражданская война между Эвмелом и Сатиром. Это были два брата. Как раз на территории Кубани она проходила, на территории Крыма и так далее. В общем, в результате этой гражданской войны Эвмел стал царем, захватил Керчь. Керчь была столицей этого государства. И он как раз был успешным правителем. Он захватил крупные территории в Крыму, на Кубани. Он привлекал к себе греческих переселенцев. Поскольку это была как раз колонизируемая территория, для них важно было именно привлечь побольше переселенцев. Вот при Эвмеле новые переселенцы поселились. И он хотел вообще захватить все побережье Черного моря. Как утверждает Деодор сицилийский, это ему не удалось. Но Эвмен много, в общем, сделал. Много переселил опять греков на Кубань. Разбил пиратов. Наследником стал его сын Спарток. И как раз при Спартоке официально было признано Боспор как отдельное царство. Тогда уже везде были монархи. И вот как отдельное ленистическое государство был признан Крым. То есть вот это Боспорское царство. Даже в 286 году в Афинах официально издали декрет, что Спарток является царем Боспора. То есть Крыма, Кубани, Дона и так далее. Вот про это царство маловато у нас знает. Почему-то у нас возводит государственность к Киевской Руси, которая вообще в Украине была. А вот государство, собственно, на территории России первое, это Боспорское царство, безусловно, потому что значительные районы Кубани и устье Дона, где была крепость Танаиса, они контролировали, безусловно, это государство на территории современной России.